Здравствуйте, уважаемые коллеги! Моя целевая аудитория — это преподаватели и студенты, и те, кто знаком с гумбольтовской моделью университета, легко могут оценить этот вежливый поклон в сторону вашего статуса, когда можно еще раз через 200 лет после организации и в 1850 году Берлинского университета утверждать, что действительно в бывшем учебном заведении, каковым является университет, нет учителей и нет учеников. Там есть студенты и есть преподаватели. И отчасти размышляя конъюнктурно о том, что, собственно говоря, я могла бы предложить вам сегодня на 20-15 минуту обобщений конъюнктурно выбранной темы. Почему конъюнктурно? Потому что она привязана к теме конференции «Человек, искусство, вселенная». И я подумала о том, что гумбольт не случайен для нашей модели образования, немецкая модель образования. И поэтому, если я проблематизирую хотя бы какие-то точки риска и узловые моменты парадоксальности, складывающиеся ситуации с высшим образованием и его носителем университетом в нашей стране, этого будет достаточно для того, чтобы почувствовать, по крайней мере, только уважение к тем проектам, которые мы услышали в первом докладе и особенно во втором, который был ангажирован в качестве противоположности первому. И действительно, мы услышали, что человеческий фактор, о котором так много говорили на первом докладе, в данном случае метафора большевиков, в общем-то никуда не исчезает с цивилизационного поля, просто туда добавляется культура, образующая ее составляющая. И поэтому тут косвенно прозвучала критика в сторону первого докладчика, но я этого не касаюсь. Говоря о названии конференции «Человек. Искусство. Вселенное», я подумала, что метафорика достаточно прозрачна. Вселенная, которая связана с представлениями человека о единстве, так сказать, окружающего, ничто, в этом плане показывает и человека, который допускает в этой Вселенной множество миров и, допуская множество, оставляет очень большое открытое пространство для того, чтобы признать в своем представлении о Вселенной загадочность, непознаваемость в принципе, вот эти вот все моменты парадоксальности и выбирая метафору Вселенной университета, я имела в виду эти узловые моменты недосказанности по поводу достаточно известного, казалось бы, феномена, тем более, что вы его участники, университета. И поэтому, когда я сформулировала свою идею социологика и это с университета, здесь как бы звучит для меня подсказка, а вам тоже в этом плане пользуются размышлений, о том, как в идее о совмещении в едином Вселенском целом на уровне образа множества миров, человечество, собственно, пришло к извечной триаде соотношений этих миров на уровне мега, макро и микро уровней. И когда я стала начитывать материал по вариантам корреляции или коннотации, так сказать, вот этих Вселенских образов с возможными образами университета, выяснилось, что в принципе они укладываются в социологиках, в уровень макро-мира, а ЭТОС, который не сводим к морали, и это тоже справедливо было где-то затронутая тематика на первом докладе, а ЭТОС университет как душевный склад, как вот такой характер на уровне понятия менталитета, и он не сопоставим, в общем-то, с моралью, которая, как вы знаете, всегда больная. А ближе к установкам нравственного такого плана был выбран этот концепт ЭТОС для того, чтобы подчеркнуть момент университета, связанный с микро, так сказать, метафорой микромира, с полевыми взаимодействиями, изучаемой ядерной физикой, с энергетикой современной теории нелинейных и неравновесных, сильно неравновесных систем, к которым именно через концепт ЭТОС может быть отнесен университет. И поэтому получается, что когда я разбираю социологику и ЭТОС, университета я как бы сталкиваю два больших кондомерата, относящихся к картине мира, складывающиеся на уровне макро-представлений, и соответствующих понятий. А эти понятия относительно университета связаны, вообще-то говоря, с его рационалистически представленным порядком, как формой порядка, и с перегибами этой рационализации, безусловно, которые связаны, и я сейчас скажу, эти несколько известных моделей связаны с теми противоречиями, которые не могут быть разрешены только внутри, так сказать, мьютонской системы координат, поскольку нельзя движение сводить к перемещению. И макро-уровень высказывания, в общем-то, даст нам понять, что там есть много противоречий, но, в принципе, как бы движение в каком-то варианте роста для университета, возможно, только через ЭТОС, через какой-то момент перехода или передачи полномочия то есть макро-уровня на микро-уровень высказывания, то есть на уровне ЭТОСа. Но эту вещь я только задам, это достаточно глубокий нужно анализ проводить, и у меня времени на это, к сожалению, не будет. Так вот, говоря о социологике, обычно, и я заметила это в литературе, очень интересные дискуссии существуют о том, что сегодня из себя представлять и должен представлять тренд поисков образовательной универсальной структуры в России. Так это случилось в Европе достаточно давно, чуть ли не с шестого века новой эры, первые университеты появляются, так сказать, в Европе. И мы их знаем, мы сейчас не будем о них напоминать, студенты могут это и по-прочитать везде. Вот в этом плане стало понятно, что и говорят о миссии, о идее университета, о тех, кого готовит университет, и очень осторожно высказываются о тех или о том кластере, так сказать, субъектов, которые готовят сам университет. Мы можем об этом прочитать, конечно, у неоднозначно трактуемых и неверифицированных, хотя и фальсифицированных, слава богу, мыслителях конца 19-го, начала 20-го века. Это Дикшу. Он говорит о том, кто стоит за, что за демиум стоит за университетом. Это постмодернистский, если перекинуться, и это через сто, это постмодернистский дискурс Жака Деррида, который говорит в своей интереснейшей книжке ухобиографии, слухобиографии или отобиографии, о том, кто стоит, что за юный план и что за зловещее прослирует университет. Ну, я поняла, что формат дикулинарного заседания не предполагает обращение ни к Ницше, ни к Деррида, ни к Мишели Сухо, ни к какой-то последовательной логике разворачивания их обоснований. И поэтому я останавливаюсь в социологике, на традиционной триаде с некоторым таким вариантом обращения вас к размышлению по поводу вопроса, зачем я это делаю, отдавая вам ведущую прерогативу, ответу на него. Так вот, сегодня на уровне социологики этой пространственной координаты размышлений о структуре вообще Вселенной университета, если так можно выразиться, существуют три известные модели университета, которые можно обозначить. Первая модель — наполеоновская, правительственно контролируемая французская модель. Первая, вот сейчас назову, вторая — гумбольтовская модель исследовательского университета. И третья модель — камерная британская модель, прототипом которой могут послужить масты, обладства средневековые. И вы уже догадываетесь, что эта третья модель, она в меньшем мере сейчас относится к России, нежели первые две, поскольку именно камерная модель предполагает достаточно высокое благосостояние членов общества гражданского, из которого четко выделяют элитарный пласт и решают воспроизводить его в рамках определенной структуры британской модели университета. И для воспитания элиты, собственно, социальная функция этой модели — развалчивость. Почему я сказала, что в нашем случае, и может быть даже слава богу, такая элитарная модель пока еще или не действует, не переживается и существует в достаточно скрытом, неявном выраженном виде, потому что вторая модель, то есть первая, о которой я сказала, а именно 19 века правительственно контролируемая французская модель, которая, по сути дела, предшествует британской модели университета, очень иногда напоминает производство в американском исполнении, производство массового человека. Это большие университетские конгломераты, которые, по сути дела, делают массовую дипломированную, грубо говоря, толпу. Но именно из учений о массе и о душе толп с конца 19-го, через Вегонова, Царусова, Штейнталя, Гавреля, Тарда и других мы знаем, что там, где есть толпа, там обязательно будет элита. А что такое массовое общество с этим элитарно-массовидным телом, мы знаем, это общество, внутренне раздираемое, рано или поздно, неразрешимыми противоречивыми конфликтами, потому что люди сопротивляются отолпавливанию, так сказать, и, соответственно, гнетание тоталитаристских настроений внутри этого социума с последующими выводами либо внутреннего конфликта или внешнего, что мы наблюдаем в начале 20-го века, довольно красноречиво в нашей истории, в том числе и отечественной. Поэтому, если, в общем, говорить о тех моделях, которые сегодня Россия берет на вооружение, то это в конечном итоге, конечно, иногда очень критикуемые модели, но они, слава богу, ориентируются на гумбольдовскую модель исследовательского университета, правда, со странным лицом и какими-то эклиптическими, так сказать, инновациями, близкими к американской модели большого массового университета и к бюрократизированному варианту наполеоновской правительственно контролируемой модели, как она сложилась после во времена французской революции и после. Почему непоследовательно? Вообще-то, говоря, это можно оправдать не только потому, что Россия всегда в меметическом экстазе перед Европой, то есть поподражать, попреклоняться, да, по реверанс лечить, и некоторые Петра Первого в этом как бы укрепляют, хотя русская душа в этом плане потемки, и не так уж просто справиться с Петром Первым, считая, что он просто хотел покланяться перед Западом, дам бы доказать, что мы не хуже. Евразийские концепции начала 20-го века, вся наша духовная культура, невразийство показывает, что Восток нам не чужд в этом плане. И Европа уже в этой условной разделенности Востока и Запада перестает быть каким-то ведущим ориентиром первичности, и евразийство показывает не просто какой-то момент эклектического соединения, но поиск третьего пути, как говорится, третьего Рима. Третьего пути, и тут в том, что эклектически соединяются сегодня идеи Гумбольтовского исследовательского университета с американским массовым в лице, скажем так, в числе и нашего университета, где мы сейчас находимся. Это очевидно, но еще в начале 20-го века Василий Васильевич Розанов предупреждал, что та бюрократическая модель, которая может привлекать Россию достаточно с арабской душой, так сказать, оседлого населения, в общем-то, она тоже критикуема и нежелательна, как единственно ориентированная, когда Василий Васильевич Розанов пишет в «Сумерках просвещения» о том, что беда для нашего образования, когда им начинают управлять не ученые, а чиновники. И в то же время, вот этот бюрократически поддерживая, то есть правительственно поддерживая прямой вариант университета, предполагает, что университет готовит чиновников. Так было в России, так было и в Европе с такого рода региональными университетами, они готовят чиновников под ту сцену идентификации, в которой они будут наиболее валидно воспроизводить социальный порядок и все жесткие нормы этой рационализации, которая усугубляется исходной конвенцией по поводу этих норм. И поэтому вот тот этос, о котором я говорю, который как бы выходит на границы порядка и хаоса, отчасти более привлекательный для исследования именно там, где идет все-таки доминирование в России. Декларация идет исследовательского университета, но, в общем-то, в реальности мы видим доминирование правительства, правительственно контролируемой модели. И к чему это приводит? Один из исследователей этой сферы, Вахштайн, немножко иронично говорит о том, что по своим политическим режимам могут различаться российские университеты, и они делятся на имперские, феодальные, теократические. К этой модели потом мне удалось найти еще один вариант, который объединяет и имперские, и феодальные, и теократические. Модель Куринова. Это классический университет. А классический университет в этом плане, который имеет большой доступ аудитории, аудиоматериал в интернете, классический университет очень преемственно связан с российскими, русскими, с Советского Союза университетами, с большими университетами Советского Союза. И до сих пор в наших душах звучит очень уважительно Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, с такой матрицей, на которую мы как бы смотрим снизу, как на нечто высокое, иерархическое и достойное подражание, как дети, короче говоря. Между тем, потихоньку омосовлением в духе американской модели и бюрократизацией этих структур приводит к тому, что рядом с Московским университетом мы можем поставить и, скажем, другие университеты, например, Сочинский государственный университет, и где-то сравняться с Московским государственным университетом. Даже чтит, понимаете, в этом плане приятно чувствует себя, видит на высоте. Но я понимаю, что вы чувствуете эту иронию, надеясь, да, и принимаете все. Американские университеты, конечно, имеют свои большие плюсы. Они связаны с бизнес-моделями, с бизнес-подходами, с рекламой, с реструктуризацией департаментов, с установкой на инкрузию, разрастание сталактитов рынка внутри университетского здания. Оно может обрушиться, а рыночной установки нет, если они туда проникают. В этом плане ничего плохого. Они хорошо вписаны в рыночную экономику. Очень хорошо вписаны в рыночную экономику. Но бомбальтовский идеал маячит, как во снах кошмарный вариант упор, о том, что идеал презрен и ему не следует. А идеал бомбальтовского исследовательского университета это студент и преподаватель, которые производят в совместной исследовательской творческой деятельности, производят знания. Не просто на уровне, как говорили, отрыжки знаний средневековых университетов, муссируют в риторических опытах и всяких философских студиях, заметьте, что я философ, и эстетику античности историков, и других столбов схоластики вообще даже, не патристики, а схоластики средневековых. А именно производят знания. Хотя есть здесь и упрек, что не надо университетам производить знания, нужно производить экспертов этого знания, которых мы будем спускать на разные ниши идентификации, и там будут экспертные вот эти вот составы. Но как можно готовить? Это хороший вариант размышления. Тогда давайте в этом плане скажем, что будем готовить экспертов, да, для того, чтобы эти эксперты потом экспертировали и получали за это, собственно говоря. Ученых надо готовить. Ученых. Вот, вот, я тоже услышала этот призыв. Ну вот этот призыв есть, но ему как раз противоречит тот, который не надо нам исследовать, нужны нам проекты. Но это тоже имеет хороший вариант. Проекты нужны, но в рамках единого университетского целого. А то я пишу по безопасности, кто-то пишет по речевой семантики, а четвертый исследует члены установки. Хотя это все взаимосвязано. И вот это вот единое обсуждение, это предполагается как перспектива удержать эту установку, которая, кстати, бывает в основном, когда университет только организуется. А он у нас молодой, я такая, он у нас молодой университет. В 94-м году он из прединститута перерос в Сочинский государственный университет туризма и курортного дела. И вот советую 5-10 лет первого вот такого страстного взлета университета отследить тенденции, по которым он начинает организованно и продвигаться потом как одно целое, как в своем перспективном будущем, а потом воспроизводить эти сложившиеся через 5-10 лет вот тенденции. Главное их не утратить. Но наши вузы часто не обращаются к истории собственного вот этого зарождения и утрачивают, и даже не приобретают собственно стратегические ориентиры. И поэтому здесь ученых-то производить, но наш университет находится самый вид, в каком контексте город-туристический центр, и в этом смысле он, каких ученых он будет вам производить сюда, в каких университетах, в таком случае, ученых, да, это должны сугубо быть практически ориентированы на специализированные запросы социальной среды, специалисты, безусловно. И сейчас у нас это все очень хорошо, так сказать, считай, развито. Это норма, и даже очень хорошая норма. Есть университеты МВД, есть университеты правовые, есть университеты монстров, это я к фильму обращаюсь, университет монстров, где-то с 19-го года. Очень хорошо показывают, что такое модель американских инфраструктур. И вот, собственно, это, это вот это парадоксальное, как понимая вот эти перипетии, понимая, что Россия раздирается с бюрократическими, нострагическими, так сказать, салтыково-щадыинскими вот этими, так сказать, эштайтами, еще раньше, и раньше, и так далее. Как сохранить, и кто будет сохранять, что это за, так сказать, выходы из-за границы собственного тела, в пространство среды, где можно найти эндаумент, даже если есть дарители, а не просто студенты, которые, как абитуриенты, придут и заполонят наш класс, тупо сидя и смотря немотивированными глазами на то, что ты там начинаешь выдавать. Эдаумент, одна из установок, найти в среде не абитуриентов, а найти в среде инвесторов, которые пожертвуют, подарят, и потом, собственно говоря, ты, как некоммерческая организация, будешь, допустим, создавать проект консолидированного и трансдисциплинарного варианта центра, бизнес-центра с услугами этого университетского целого, который будет, по сути дела, очень хорошо обслуживать интересы этих заказчиков, инвесторов, и они будут опять дарить тебе миллиарды юаней на то, чтобы в этом плане ты на свою собственную, скажем так, некоммерческую организацию только это все и тратил, и она будет разрастаться, процветать, у нас будет система тотального интеллекта, как вы сказали, суперинтеллекта и потом мы сможем, вот, в этом плане программистами тоже быть обеспечивать, да, и у нас все будет замечательно. Как видите, мой, это, с университета связано, как всегда по-русски с утопией, по-русски всегда близко утопического мышления. Спасибо за внимание. Очень интересный, прямо неожиданно, допустим, подарок доклад. Да, вопросы, я думаю, здесь много вопросов. Я вас спросил, ну, во-первых, очень частный вопрос, к какой системе вы бы отнесли, ну, то, что сейчас называют такой усредненной Болонской системе образования, вот из этих трех возможных вариантов. По образованию я противоречу Болонской системе, даже еще когда она не была введена, а была даже еще обсуждаема только на уровне слуха. То есть уже тогда философы, чувствуя, что их отсеют из возможности участвовать в ней на уровне полноценных, так сказать, представителей, поскольку они связаны со всеобщим, а не с частно-профессионально узко, так сказать, сегментированным вариантом жизни, обсуждали и сетовали то, что Болонская система в рамках русской души, которая по шпемлю, это горизонталь в отличие от европейской вертикали, да, движется вперед без установки и в этом плане не оставляет шагов. И поэтому Болонский процесс тормозит чисто вот на уровне мировоззренческого этоса вот такого, он тормозит русскую душу, он не прерывается к ней. И поэтому наши ребята действительно омасавляют сами университет, они приходят, чтобы получить какой-то конкретный специализированный диплом, а потом работают, в общем, сам охранниками на пляже, но с высшим уровнем, потому что там виден горизонт. Вообще, конечно, широта, глубина заходов на проблему просто действительно универсум. Университет, универсум, тут вселенная и человек соединился очень, и педагоги, и, конечно, я, пожалуйста, не могу. Светлана Николаевна, а вот эта вот правительственная натурировщая система, она не начинается в общеобразовательные учреждения? Вы все-таки точно замечаете, что со школой преемственности, тот дисциплинарный кошмар, который есть в современной сценарии, так сказать, в школе, в общем-то, он и не пересматривается как-то отдельно, то университета не может быть, потому что именно в школу мы идем за абитуриентами и получаем их там, между прочим, уже достаточно квадратных, круглых, треугольных, которых, как сказал, 2000 докладчик уже надо преобразовывать. Они уже образованы, их надо ломать, они преобразованы. А тогда и школу нужно увязать с системой дошкольного воспитания, ну и, наконец, мы панацею видим, если продолжить ваш вопрос, выведем в семье. И здесь, когда первый докладчик говорил о том, что сделаю компьютер по образу родителя, вот это самое, так сказать, близкое к моему этапе рассуждение о том, что это вообще возможно. Родители сам по себе не автономят. Это семья, это контекст, это родовые связи, преемственность поколений и вся страдательная судьба России. К какому компьютеру вы это вдохните? Кто просто институт до этого вечера? Ну, мы поняли, что у нас есть идеальная, как вот есть я идеальная, вот у нас есть университетская модель идеальная. Может быть, как любой идеальный, немножечко утопично, как говорит сам автор доклада, но, по крайней мере, намеченные пути, куда нужно стремиться. Когда есть уже куда, все-таки можно уже думать о том, как это дело.